Здравствуйте! В студии Даниэр Даута. В ближайшие пять минут расскажу о самом интересном из мира деловых новостей. Сократились продажи туров в Египет. На это повлияла сложная геополитическая обстановка, сообщили в корпоративном фонде Туристокамхор. Но интерес к этому направлению у казахстанцев не пропал. В настоящее время там отдыхают около пяти тысяч наших граждан. Полюбившийся многим курорт Шерм-эль-Шейх находится в другой стороне от зоны конфликта. Авиакомпании не пролетают на территории Израиля и Палестины. В фонде отметили, что казахстанцы едут в Египет, организованная через туристических операторов. Финтилис сохранился. Официальные власти не закрывают небо, не запрещают полеты. Это говорит о том, что состояние безопасности позволяет, чтобы люди отдыхали. Авиакомпании делают больше затрат, потому что сектор, над которым сейчас сосредоточены боевые действия, он обретается достаточно далеко. Но Египет именно той частью соприкасается с Израилем, которая не была интересна для наших туристов. Мы находимся все-таки с другой стороны Египта. Всего на зарубежных курортах отдыхают порядка 17 тысяч казахстанцев, сообщили в фонде. В этом году, помимо традиционных направлений, пользуются популярностью Таиланд и Индия. В Дели можно летать практически каждый день. Новая страна, которая захватила казахстанских туристов, это Вьетнам. Около 400 человек уже запланировали, что проведут там свой новогодний отпуск. Мы видим тоже большой интерес к этому направлению. Люди приезжают довольные, успевают отдохнуть, покупаться, посмотреть много чудес, связанных с этой страной. И направление практически ежегодное стало. Это впервые у нас такое новое направление, которое зашло в прошлом году на Новый год. И вот оно осталось и на весну, хотя заводили только на зиму, и остались под затребованным и весной, и летом, и осенью. Товарооборот между Казахстаном и Венгрией вырос почти на 30%. За пять месяцев этого года сумма составила порядка 70 миллионов долларов. На территории нашей страны работают 70 компаний с венгерским участием. Расширение торгово-экономического сотрудничества сегодня обсудят президент Касымжамар Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибудет в Казахстан с официальным визитом, отмечу, что дипломатические отношения между Казахстаном и Венгрией установлены в 1992 году. Больше чем за четверть века стратегического партнерства активно развились торгово-экономические связи, реализован ряд совместных экономических проектов, создан совместный сельскохозяйственный фонд прямых инвестиций. В число крупных инвесторов в нашу экономику входит венгерская нефтегазовая компания. По миллиарду тенге в бюджет Казахстана выплатили Google и iHerb во втором квартале этого года. Напомню, с прошлого года все зарубежные интернет-компании, которые работают на территории нашей страны, обязаны платить налог на добавленную стоимость. Ставка составляет 12% от суммы проданных ими в интернете товаров и услуг. Свыше 900 миллионов тенге налогов выплатила Apple. За ней следует американская компания Valve. Пятерку замыкает мета, от которой поступило почти 800 миллионов тенге. Всего регистрацию в Казахстане прошли 59 иностранных интернет-компаний. Во втором квартале они пополнили бюджет Казахстана почти на 6 миллиардов тенге. Ограниченные ресурсы и повышенный спрос. На таком фоне в мире взлетели цены на уран. Фунт стоит почти 75 долларов. Это максимум за последние 15 лет. Аналитики считают, что на котировке давит напряженная геополитическая обстановка. Эксперты опасаются рисков по поводу дальнейших поставок урана. Уже снизила прогноз по добыче крупная канадская компания. По величине она на втором месте в мире по уровню производства природного топлива. С трудностями столкнулась и французская государственная корпорация. Один из мировых лидеров атомной промышленности. После военного переворота в Нигерии она не получит необходимые для переработки урана компоненты. Отмечу, что несмотря на стремительный взлет, цены на топливо не достигли своего абсолютного пика. В 2007 году фунт стоил 140 долларов. Это все, о чем я хотел вам рассказать к этому часу. Прямо сейчас на ваших экранах курс валют и итоги торгов на бирже. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова